Друзья, всем привет! Меня зовут Жасулан и это очередной правовой разбор от диктатуры закона. Для тех, кто следит за нашими обновлениями, наверняка уже успел посмотреть наш предыдущий выпуск о незаконной двойной регистрации. Для тех, кто это не успел сделать, ссылка находится здесь. Суть такова, что подать иск против государственных органов несложно, а вот добиться справедливости по такому решению иногда бывает нелегко, бывает проблематично. Но если вы обладаете такими качествами, как принципиальность и настойчивость, то успех по любому делу не заставит вас долго ждать. Сегодня как раз мы делимся таким опытом. Мы, как и обещали, расскажем вам, что происходило в суде, и как нам удалось вернуть квартиру в законное владение, и как нам удалось разрешить спор, который длился ровно 11 лет. Итак, друзья, для начала я хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто принял участие в судебном заседании, а также всем тем, кто хоть как-то пытался разобраться в этой неразберихе. И да, действительно, мы хотели бы сказать всем спасибо, но сделать это не получается из-за отдельно взятых представителей государственных структур. В частности, нам осталось непонятным поведение прокурора. Остановлюсь на том, что прокурор – это лицо, которое в первую очередь должно блюсти закон, которое осуществляет высший надзор за соблюдением закона. В суд района Бржан-Сал мы обратились два раза, и, соответственно, его рассматривало два разных председательствующих судьи. В первый раз нам не то чтобы отказали, а нам прекратили дело. И сделано это было по определению суда, в котором было указано, что участвующий по делу прокурор Кабдышев в своем заключении по делу полагал данное гражданское дело прекратить производство, поскольку, по его мнению, при оспаривании решений местных исполнительных органов решения подлежат признанию незаконными. Мы же в своем иске просили признать решение недействительным в части, и поэтому суд полагает необходимым согласиться с заключением прокурора о том, что данное дело подлежит прекращению производства на основании пункта 1 ст. 277 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. Ну и в итоге гражданское дело по иску Каиржанова Нурбека Хасеновича Кематур района Бржанцал, а делу по земельному кадастру и недвижимости района Бржанцал прекращено производство. Если говорить простыми словами, то суд прекратил наше дело лишь по тому основанию, что ему не понравилось слово «недействительным». И вместо этого слово нужно было писать незаконным. Возможно, это выглядит абсурдно, возможно, нелепо, но факт остается фактом. Шесть судебных заседаний, проведенных в споре, доводов и аргументов, прошли впустую. За все время суд не давал нам понять, что необходимо внести какое-то уточнение. Он просто ушел в совещательную и вернулся вот с таким вот определением. И на фоне всего этого, друзья, возмущает тот факт, что суд при таких обстоятельствах не оставляет никаких шансов для простого человека, который пытался защититься своими силами. И такие действия лишний раз указывают на какую-то иную заинтересованность, когда неправовая ситуация по двойной регистрации переводится в ранг правовой. И такое заключение делает прокурор. Возможно, он забыл, что он должен бдить за нарушением закона. Возможно, он в районе Беронсал живет своей жизнью, руководствуясь своими иными какими-то законами. Но, как показала практика и опыт, для прокурора незаконная двойная регистрация не является нарушением закона и на такие факты он может закрыть глаза. Ну а далее, согласившись и признав это нашим процессуальным упущением, мы изменили слово и подали точно такой же иск в этот же суд. Кроме этого, мы подали ряд дополнений, ходатайств, возражений, прений и так далее. И, друзья, не могу не отметить, что по ощущениям, как будто мы судили со всем районом сразу. Юстиция, Акимат, прокурор, госкорпорации, отдел ЖКХ все просили в один голос отказать нам виски. Но состоялся час справедливого суда района Беронсал. Все наши заявленные исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Отменена государственная регистрация права собственности на квартиру за ГУ отдела ЖКХ от 17 апреля 2009 года. А это значит, друзья, что справедливость восторжествовала и дело выиграно в пользу Каиржанова Анарбека Хасейновича. Решение получили мы? Ничего. Как думаете? Ну, наверное, нашу пользу, раз ты гонишь. Как думаете, как? Да, все, в общем, все инше. Выиграли мы это дело. Вернули квартиру ваши законные владения. Да, ты чего? Да, все. Это трудно вериться. Ну, вот, получается, 11 лет мы разбирались и поставили точку в этом тяжелом деле. Молодцы, вообще, слов нет, слов нет. Это на 11 лет, это, знаешь, это сенсация. Да. Сенсация, молодцы. Все, добро пожаловать в вашу, теперь законную квартиру. Аминь, 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 молодцы. У меня слов просто нет, я не могу. Да, все, конечно, да. Все, отзвонились, решение состоялось. Теперь мы после праздника его заберем. Удовлетворили нашу жалобу и наш иск в полном объеме. Да, ты чего, молодцы, молодцы. Получается, право собственности за ЖКХ признали незаконным, и теперь они, теперь все, теперь они не собственники. Теперь только этой квартирой будет владеть, и останется владельцем этой квартиры только вы. Каиржанов Анаурбек Хосенович. Ой, Рахмет, 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 блядь. Я даже не знаю, что тебе сказать, блядь, Рахмет, Рахмет. Все, давайте, ага. Вам такое приятная новость для предстоящей праздники на этот год и на всю оставшуюся жизнь, наверное. Я сам, ну, сейчас думал, любые, вернее, там, и делают, так, против нас. Я, ну, сейчас, вам надеялся, блядь. Все? Ага, давайте. Рахмет, Рахмет, ага. Давай, Рахмет, молодцы, молодцы. Таким образом, друзья, что хотелось бы сказать в конце. Мы делимся с вами реальными судебными историями. Показываем, как на практике и в жизни наших сограждан работает закон. Как нужно справляться с нарушениями прав и как нужно добиваться справедливости, несмотря на то, что по ту сторону могут быть и государственные органы, и государственные учреждения, и даже прокурор. Вызгинь прокурор, Лар. Меняйте свое личное сознание, меняйте свое окружение, меняйте свое отношение к своим правам. И это наши реалии. Жмите подписаться под этим видео, будете в курсе всех наших обновлений, делитесь этим видео. Помните, что правовое государство начинается с нас. А пока всем удачи, всем пока.